привет охотники с вами дмитрий канал night hunter очередная неделя сегодня настала новая и у нас очередная охота запланирована на сей раз мы едем практически в соседний район где-то полчасика нам ехать всего охотно-хозяйство новое опять же человек там который на земле работает подписчик мой оказывается в общем то он меня узнал я очень надеюсь что будет у нас там теплый прием а самое главное что будет у нас там зверь потому что блин ну на охоте хочется хотя бы как минимум увидеть зверя ребята мы погнали подпишитесь на канал кто еще не подписался поставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео и собственно в описании ссылочка на телеграм-канал на мой и на наш телеграм-чат охотничек где более двух тысяч 700 подписчиков в общем как обычно что-то будет интересное оно будет уверен все расскажу вам и покажу погнали приехали короче на место сейчас едем ставим машину и дальше поедем на снегоходе уже ребят тут короче тоже буран тоже буран у вас нам что-то на буран и везет мы на той неделе ездили тоже да тоже буран был но у вас буран я смотрю по современнее прям такой такой бодрый ладно что одеваемся коля держи тогда чтобы блейзер не раскололся ладно и чайник можно самовар суда ладно что ребят едем я на сиденье поеду он сказал поехали махнул рукой а погнали Продолжение следует... Продолжение следует... Ребят, короче, Николай у нас высаживается на вышку, а я поеду на поле. И я, как обычно, Коль, думаю, блядь, что-то забыл. Сука, знаешь, что забыл? Стул, блядь. Серьезно? Ха-ха-ха! Ну ладно, что, постою. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, снегоход уехал. И осталось вот на таком поле неимоверное количество козы здесь было. В общем, готи очень веселые, прям конкретно веселые. Очень много троп, очень много козы. Есть кабани и тропы тоже. Вот, в общем, встал на дороге кабаны. Выходят с той стороны, там две тропы. Я вот сюда вот сяду, поскольку я стул забыл. Вот. И поставлю треногу сюда вот сейчас на дорогу. Я вот здесь так хорошо разместился. Вот. Тормозок повесил на ветку, перчатки, рюкзачок. В общем, буду доставать карабин сейчас и заряжаться. Друзья, при первой же возможности поохотиться не на вышки, я выбрал поле. В этих угодьях, как бы, на мой вопрос сразу сказали, что у нас есть поле с семечками, а есть вышки. Вот. Я выбрал поле. Потому что мне интереснее на земле быть. Вот. К сожалению, как бы, как бы, вот, не во всех угодьях есть такая возможность. В общем, так вот, размещено у меня все. Там тропы. Здесь моя тропа. И здесь у меня такой бивак мой, так называемый. Я сейчас вон туда, вон сяду и буду в ту сторону смотреть. Здесь чаек у меня. Я сейчас возьму чаек с карабином туда. И как только зверь появится, соответственно, подойду к треноге и буду изготавливаться. Зверь, говорят, выходит ночью потемну. Вот. И ветер он дует вот отсюда. То есть дует из леса ветер. То есть, в принципе, все. Очень хорошо сегодня благоволит. Я сперва хотел встать туда. Но там низина, где вон тот дуб. Там низина. И подсолнух вот эти вот семечки. Они у меня выше головы получаются. То есть, при выстреле пуля может зацепить стебель. Это поле не убранное. Все. Вот здесь вот с краю кабаны с косулими. Все сожрали. То есть, они сюда выходят активно очень. Сегодня погода неплохая. Единственное, мы сейчас ехали, когда начался прям снег сильный по дороге. Вот. Дорога у нас заняла 20 минут от дома. Удивительно, очень быстро доехали. То есть, ну, мы практически дома. Охотимся. Можно сказать. Вот. Ладно, что, будем ждать зверя. Козы снова. В теле. Будут выходить, честно, я думаю. Стихло все. Вон еще козы выходят. Две вышли, еще выходят. Я думаю, сейчас их много выйдет здесь. Заезжали полно было. Но на козу охота закрыта уже. Нам нужны кабаны. Ребят, я не знаю, видно, нет. Короче, вся вот эта толпа-козоль, которая забежала у нас. Она вот сейчас, короче, выходит. Да. Ребят, короче, очень некомфортная ситуация. У меня метров 30. Вышел сигач огромный. Я его, короче, спугнул. Вот. Хороший на тенец. Прям капитально. Но он мне не нужен. Мне нужно стадо. Еще вот светлое уже начал кабан выходить. Укоти шикарные. А косули немножко напугались. Пробежали, но встали. Ладно, что, короче, кабана. Уже зверь выходит и двигается. Друзья, ну что. О, зверя много было. Козы очень было много. Но она не нужна, понятно. Кабан тоже был. Кабаны очень быстро перемахнули через дорогу. Вот. И зашли в семечки. А в семечках уже я их стрелять не стал, в общем. Я их увидел, когда в бинокль они выходили из леса. И когда я уже включил прицел на карабине, уже стадо все зашло в семечки. Как-то так. В общем, хотел я у дуба встать. Как раз туда они все и вышли. Надо было вставать там. Но ничего не поделаешь. В любом случае, что, там у меня коллега Николай стрелял. Сейчас поедем смотреть, что он добыл, не добыл. В любом случае, это опыт. Следующий раз надо вставать поближе к тропе. Я хотел подальше. Ну и опыт, что огромный сикач. Метров 30 от меня вышел. Еще светло было. Очень интересно на меня посмотрел. В общем, жду охтоведа. Собираюсь. И выдвигаться будем к Николаеву на вышку. Продолжение следует. Есть, ребят, стрелял. Ребят, погрустил я, погрустил. Уже включил фонарь. Записал для вас такое грустное, блядь, видео. Что ничего не взяли. Я не взял. Выключил фонарь. Хотел попить чаю. Смотрю, идут два кабана. Ну что, одного вот я стрельнул. Вот. Видно было сразу, что это сигалетки. То есть, прям отчетливо. Они, не знаю, метров 40, может, были. Короче, вот. Короче, вот как-то так, что. Я прям доволен. Я еще сегодня не пустой. И прям только стрельнул, и подъехал охтовед. Ну что, бывает. Охотничий фарт. В общем, ладно, что. Будем собираться грузить. Едем к Николаеву. Но он там, где-то, за кормушкой лежит. Не на. Придет он? Да придет, конечно. Короче, Николай стрелял. А ты его в тепловизор видел, нет? Ты говоришь, за кормушкой лежит. Я думал, ты его видел в тепловизор. Сейчас надо смотреть. Алексей, пусть он придет сначала, покажет, где. А то мы сейчас тут будем это, затопчем только все, мне кажется. Ну вот они пришли. Ну пришли-то понятно. Слежок. Вот, что плохо. Надо, где стрелял сначала место. Ты где его стрелял, Коль? Коль, где? А? Вот здесь он садится. Я попал. Да попал-то, оно видно, что волосы вон. Он отлетел туда, потом под кормушку. Я думал, он здесь остался. А он потом, он куда побежал? Да я бы на другого смотрел. Одни туда и кто-то сюда. Одни туда. Ты куда ему целил, Коль? Куда целил? Ну все понятно тогда. Просто кровь. А, вот кровь. Вот кровь, вот кровь, да, есть. Есть, вон, на ветке. Ага. Ты в тот раз стрелял, просто было 20 метров, 30, а сейчас 80. Да нет, беспонтовое дело. Это дело труба. А, бля. Тебе, кстати, фонарь Night Hunter для охоты, для добора под ранг. Идеально. Да нет, беспонтово. Боли очень мало. А? Боли очень мало. Да нет, он ему попал по холке, скорее всего. В голову стрелял, зацепил. Холку или шею. Если бы хорошо попал, он бы сразу лег бы. Вот, ребят, это о выстрелах в голову. О которых я так много раз говорю. Вот. Ланкастер, голубу, 80 метров. Или холку задета. Или, соответственно, задета где-то шея снизу. Шерсть вот есть. А крови прям, прям, ну вот, капельки прям. Если видите. Что, ребят, поросенок добыт. Приехали на базу. Сейчас будем его обрабатывать. И очень радует сегодня, что нам домой ехать всего 25 минут. Не может не радовать. Друзья, так вот завершилась эта охота классная. Эмоции зашкаливали. Новое хозяйство, которое находится прям очень рядом. И оно очень крутое. А мы здесь определенно не последний раз. А так, что я даже забыл записать концовку. И, собственно, записываю ее дома. Уже при монтаже, соответственно, ролика. Что хочется сказать. Есть вот такие крутые хозяйства. И это хозяйство второе уже, где каких-то нет шикарных условий. Но овер-овер до хрена дичи. И в такие угодья я всегда как бы рад ездить. И даже где больше зверя, даже мне интереснее ездить, чем в угодья с хорошим каким-то сервисом. В общем, друзья, кто хочет с нами охотиться вместе, есть шанс. У нас еще есть пять мест в охотничьем клубе Night Hunter. Ссылочка в описании. Собственно, условия. Кому интересно, переходите. Пишите. Условия не для всех. Есть определенный ценовой фильтр. Контакт таких угодий я, естественно, никому не даю. Потому что, блин, я себе не враг. В общем, пользуйтесь тепловизионной оптикой. Получайте удовольствие от своих классных трофеев. Как обычно, ребят, всяких клоунов, которые говорят, что с тепликами не охота. Которые пишут всякие гадости, блин. Не слушайте их, не обращайте на их внимание. Они вам просто завидуют. Всем хорошего дня, всем отличного настроения. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...